Доброе утро дорогие друзья подписчики случайный зритель сегодня 6 января 2020 Время полше 100 утра всех с новым годом с наступающим рождеством пока иду с гаража в котором оставил транспортное средство на котором я передвигаюсь поскольку небезопасно оставлять машину на улице у дома во дворе даже под видеокамерами так как очень много недоброжелателей в лице которых я не исключаю Это сотрудники правоохранительных органов деятельность которых я освещаю придаю огласки Вот пока иду до дома решил вам ролик записать сейчас я материал передам администратору меня тоже ждет у парадной Решили мы опубликовать материал сотрудников ГИБДД Выборгского района Это было в сентябре месяце Все вы помните когда те кто смотрит и следит за моей деятельностью смотрит наш обучающий образовательный канал Событие в Выборгском районе когда я был в качестве пассажира на Шкоде Октавия белого цвета без госрекзнаков с проблесковыми маячками в качестве пассажира Однако инспектору Павлову зачем-то понадобились документы на ТС в водительское удостоверение именно от пассажира Поскольку исходя из его логики если водитель сидит за рулем транспортного средства То у него должны быть при себе документы Сила пункта 2.1.1 правила дорожного движения Опять же таки очередная некомпетентность Материал с наших носителей опубликован Уже около 100 тысяч просмотров набрал Так как у нас теперь, как я ранее говорил, есть возможность ознакомиться с материалами дела Видеозаписью Мы получили видеозапись от той даты по тому событию Где в очередной раз сотрудники показывают свое истинное лицо Еще буквально несколько дней назад мы опубликовали сюжет По-моему на несколько часов Да, долго, внутренно, но все же истинное лицо опять сотрудники показали Да, нецензурное высказывание, явное неуважение к гражданину Так и тут аналогично сотрудники ГИБДД Устроившие погоню преследования за Шкодой При этом не установив, кто водитель был Не стесняясь, прям там фамилию искажают Нецензурно выражаются Вот, я считаю необходимо, опять же таки, придать огласки Данным Данный сюжет опубликовать То есть, понимаете, у сотрудника ГИБДД А точнее их руководителя отсутствует Надлежащий внутриведомственный контроль Как я это не устою повторять? Но это налицо, ими вообще не занимаются Пиши, не пиши Семенову Обычные отписки Придется тогда писать уже Колокольцеву Писать придется тогда в администрацию президента Ну реально нет контроля Такое впечатление, что и делов нету Высшестоящему руководству заниматься своими подчиненными Которые подобным образом себя ведут А именно, недопустимо принесение службы Оскорбляют гражданина Это ладно вот меня, да? А представьте, что они делают с гражданами Те, которые не владеют в полной мере Знанием нормативно-правовых актов Законодательства Российской Федерации И других локальных актов Что в силу закона не является обязательным Но все же Просто беда И у меня все чаще и чаще Нет оснований не доверять гражданам Которые вот так выбирали Денис Геннадьевич Остановили Просто выволокли из машины Проверили карманы Достали документы И на ровном месте оформили управление ТЭС В отсутствии Якобы не пристегнут был там случай Просто оправдать свои действия Это что происходит? И поэтому я и поддерживаю тех подписчиков И граждан, которые говорят Давайте формировать запросы Чтобы запись была круглосуточная И мы и могли контролировать Ввиду того, что служба полиции гласна Деятельность полиции надо контролировать Но это что такое? Бегают Шумят, кричат Уже под собственные дозоры Они, представляете? Позволяют себе нецензурно выражаться Оскорблять гражданина Ну что это такое? Сколько это будет продолжаться? Я также Неравнодушных граждан Прошу распространять видеоматериалы По Тружкову По суде Лыковой По суде Пети Скоро будет видеосюжет По инспекторам Выборгского района Казарцева Михалева Это апрельское дело По октябрьскому делу Лакеева Его подчиненных Которые выполняли преступный приказ Чтобы общество Люди Чтобы наверху Там в Москве Обратили внимание На этот беспредел То есть тогда Когда граждане Тихо, спокойно Отстаивают свои права И законы, и интересы Они просто Не вывозят Не знают Как оперируют К нормам прав Как обосновать Начинают приходить На физику Слушайте Ну или что? А при этом Они защищены Они, я подразумеваю Сотрудники правоохранительных органов 318-319 Да, вы отобьетесь Но надо будет пройти Не один месяц А может год И добиться правды Вот Поэтому я считаю Необходимым Придавать огласки Также Насколько мне известно Мне администратор сообщил Люди желают Видеосюжеты Которые снимают Непосредственно сотрудниками ГИБДД Опубликовывать на нашем канале Мы этот вопрос рассмотрим И скорее всего Мы Так и поступим Будем придавать огласки Деятельность органов Правоохранительной системы Вообще В целом Потому что Если мы ничего не поменяем Своими силами То руководству Как мы видим Вообще это не надо И не интересно Заниматься Формируют отписки Прикрывают себя Когда что-то там Где-то резонанс Да Увольняют И то задним числом Как это мы выясняем Вот ребят И сейчас дошло до того Что я вынужден Просто машину в гараже Оставлять Ходить пешком Какие-то смс Странные пишут Оскорбления Но это куда годится Вы выйдете Давайте в поле права Вам общаться Сотрудники Правоохранительных органов Которые меня смотрят Если вы Проигрываете дела Если акты Отменяются ваши Так это проблема Вашей Вашего руководителя Я еще раз Соответственно Сообщаю Заявляю Что Как Видеосюжет Видеоматериалы Мы писали Так и будем писать Только теперь Это будет Еще и в онлайн Сразу Сразу в онлайн Да Длинные долгие материалы Но это в целях Нашей безопасности Поскольку Чуть что Вы сразу Начинаете Все передергивать Зачастую Фальсифицируете Материал Это мое Субъективное Оценочное мнение В оправдании Своих действий Противоправных Пример тому Два примера Даже я вам приведу Пожалуйста 19.3 Часть 1 По АПРФ Апрельское Октябрьское отдело На ровном месте Берут просто Там из машины В апреле Меня выкидывают Оформляют материал Кидают в КАЗ Комнату административно Задержанных Там еще Ничего не закончилось Там будут убытки Я полагаю Уголовные дела Отказ В возбуждении Уголовного дела Мы обязательно Будем обжаловать Вот Сейчас у меня Этим адвокат Занимается И так же Октябрьское отдело Вы не думайте Что это все Так на тормозах Сойдет Не сойдет Мы как двигались В заданном направлении В рамках Закона Так и будем двигаться Мы Общество Являемся Источником Власти Российской Федерации Так что Как бы вам не хотелось Либо пересмотрите Свои жизненные планы Взгляды Либо учите закон Ну Мы не позволим Так с собой Обращаться Так что Такие Дела Нынче Дорогие мои друзья Подписчики Я уже дошел Но до дома Скоро По всей видимости Надо будет в онлайн Включать видеокамеру И уходить Еще и охранника Нанимать Когда в регион Езжу Беру Одного охранника Вооруженного На всякий случай Ну По делам Когда По всей видимости С такими делами Надо будет На каждый день По другому Просто никак Чтобы еще Всегда был свидетель Видите что происходит Сотрудники Фальсифицируют дела На раз два Спасибо еще раз За внимание Немного Эмоциональный ролик Ну просто Действительно Накипело Вот Идешь пешком С гаража Ходишь еще И оглядываешься Но это нас не остановит Мы будем двигаться дальше Большое всем спасибо Еще раз С Новым годом С Рождеством Всем пока Здравствуйте А день народа По Выборгским районам Сержант полиции Павлов Ваши документы Предвидите пожалуйста А? В связи с тем Что вы У вас включены Местовые моряки На транспортное средство Во вторых У вас тренировка Третье Что вы находитесь Без госномера А тут или без Достоверения Которые На воде Сержант полиции Павлов Алексей Леонидович Инспектор ДПС ГИДРУД 50-е Создание 2023 ГОС Алексей Леонидович Я пассажир Я пассажир Ваши документы Вы же находитесь Я еще раз повторяю, вы находитесь сейчас за рулем Я еще раз повторяю, вы находитесь сейчас за рулем Уважаемые, вы доведите ваши документы Я еще раз повторяю, вы отказываетесь, в случае отказа в выполнении законного требования При исполнении, на вас будет сейчас применять физическая сила, спецвилист вас Будет составлен административный протокол 19.3 Будет составлены территориальные органы города Санкт-Петербург Вы можете это сделать, пожалуйста, согласно закону о полиции Еще раз говорю Вы, наверное, не осведомлены, да, о законе о полиции Я еще раз повторяю, уважаемые, подведите, пожалуйста, ваши документы Я не повышаю Ваши документы подведите, пожалуйста Я пассажир Водителям другое лицо Еще раз говорю, ваши документы подведите, пожалуйста Я пассажир Я вам последний раз Я вас подтверждаю еще раз Ваши документы Примените физ силу, достаньте из машины И пойдете по стопам Казахцева Еще раз документы ваши подведите, пожалуйста У меня нет документов с собой Я еще раз говорю, я не водитель Сейчас я к вам подойду Хорошо Подождите, подождите Поедешь? Да Да Дектрульник, остановка, едем Шкода Остановочку, дело справа Шкода, уровня остановка Не остановка, где остановка Выборгский район Говори Выборгский район Редем по Лесному В сторону Катемировская Капитана Воронина Капитана Воронина Повинули на Лесной Оля Лесной На Пермурский На Пермурский Повернул на Пермурский Уборгский район Давай Где находишься? Это Пермурский, да? Изучил Где водила здесь ехал? Шкода белая По политехнической поехал По политехнической поехал Что? Новороссийской? Что? Новороссийской Жди, жди Давай, давай Ищем в тигалю Сейчас ищем Тигалю Документы Не предъявил? Да не предъявил Видишь? Махамиям Муни Нет Потеряли Ищем Потерял Ты его Потерял Карбышево Карбышево Новороссийское В сторону мужества В сторону мужества Добавил На Взбит Субтитры сделал DimaTorzok